Благоустройство городов и сел, развитие экологического сознания в обществе. Такие цели преследует реализация проекта ТАЗА Казахстан. С апреля текущего года по области свыше 270 тысяч жителей приняли участие в проводимых мероприятиях. Не остались в стороне и более 6,5 тысяч учреждений и предприятий. В рамках очередного этапа экологической программы в регионе организовали акцию «Чистый бизнес. Чистая территория». Организации малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства приняли активное участие в ЭК-акции. Они провели уборку своих территорий и дворов. Так на очистку от мусора вышли свыше 50 сотрудников Актюминского офтальмологического центра. К слову всего, в медучреждении работают 140 человек. Наша территория является топовой по городу Актюбе. Вы видите, у нас очень красивый участок. Мы понимаем цель и важность данной акции и призываем всех в городе сотрудников, организаций, коллективов также поддержать данную акцию и сохранять свою территорию в чистоте. Субботник у нас проводится каждую неделю, чистый четверг. Это обязательно. Иногда, если у нас знать погодные условия, такие выходят несколько раз в неделю. У нас участок всегда, как с весны начинается, всегда поддерживается в строжайшей чистоте. Также в акции приняли участие сотрудники одного из торговых домов по проспекту Занкибай-Батыра. К слову, в организации экологии уделяется огромное внимание. Торговый объект действует уже 20 лет и примерно столько же лет назад на территории был разбит сад с плодовыми ягодными деревьями. Также выращиваются овощи. Следит за порядком здесь опытный садовник Нина Доценко. Уже 12,5 лет под ее чутким руководством здесь расцветает настоящий райский уголок. Не сильно моя такая большая заслуга. Во-первых, у нас руководитель сам любит это все. Естественно, изначально он все это создал, потому что я когда пришла, все это было уже здесь посажено. Что-то мы много досаживали, что-то меняли. Мы выращиваем, вот вы видите, груши, слива, вишня, абрикосы, овощи. У нас смородина три вида, красная, черная и белая, черноплодная. Тутовник, шелкопряд у нас есть, но в этом году он отдыхает. Это все идет в нашу столовую. У нас в столовой все это перерабатывает. Что-то мы солим. Они делают же заготовку на зиму, девочки. И потом вот в течение зимы мы это пробуем. К слову всего, на уборку территории в рамках акции вышли 35 сотрудников торгового дома. Президентская инициатива «Таза Казахстан», «Чистый Казахстан», это лишний раз дает возможность нашим гражданам проявить патриотизм ежедневный. Не по акциям, по каким-то датам или числам. Не проявлять патриотизм не на словах, рассчитывая на какую-то гипотетическую угрозу, что возможно когда-нибудь я проявлю патриотизм по защите Родины. Мы каждый день делаем красиво, любим землю, ухаживаем за ней, благоустраиваем, она откликнется добром, эта земля. В общем, простой лозунг для первоклассников, будем так говорить, можно в школах. В октябре можно жить, в октябре нельзя сорить. Вот такое крыло должно быть у всех. Отметим, с начала акции «Тазак Казахстан» по области было приведено в порядок свыше 53 тысяч дворов, охвачено около полутора тысяч социальных объектов, убранной территорией 284 парков и скверов, в населенных пунктах посадили более 300 тысяч деревьев, очищены от мусора 206 участков на берегах водоемов. Для уборки территории привлечено 3800 единиц техники, на полигон твердых бытовых отходов вывезено 42,5 тысячи тонн отходов.